Девушки отдыхают Мы – все, что осталось Мы отбиваемся от апокалипсиса, меняющего человечество Нам нужна помощь Деритесь И объединяйтесь, чтобы выжить сообща Добро пожаловать в КГВ Я ваш наставник, мистер Атомик Даг и Торн Бэнер То есть КГВ попросила меня ввести вас в курс Вашего текущего задания Которое начинается 22 октября У вас и семи других участников есть задача Вы должны вернуть электричество В нестабильный регион округа Бергс, Пенсильвания И справиться со всеми ужасами продолжающегося зомби-апокалипсиса Из этого короткого инструктажа Вы получите необходимые сведения Чтобы выжить в полевых условиях У нас мало времени Электростанция вот-вот выйдет из строя И тысячи жизней находятся под угрозой Мы связываемся со всеми спасателями КГВ в этой зоне Чтобы предотвратить катастрофу Нам удалось связаться только с восемью Но выбора у нас нет Вы – выживальщики И вы присоединились, чтобы помогать людям Пришло ваше время Каждый член вашей команды отличается И таким образом у каждого из нас Свой набор навыков и умений Которые вы можете использовать во благо На данный момент арсенал КГВ ограничен Поэтому вам придется экипироваться на месте Ввиду этого у вас будут разные стартовые локации Чтобы максимально увеличить ваши шансы на нахождение лута Помните, вы там будете одни в темноте По крайней мере, какое-то время В этой ситуации вы – добыча Так что не торопитесь, будьте осторожны И если все пойдет не по плану – бегите Если вас зажали в угол и вам пришлось драться Не надо бешено размахивать оружием Берегите силы и используйте их с умом Вам будет трудно, если вы выдохнетесь Не спешите и используйте окружающую среду в свою пользу Закрывайте и баррикадируйте двери Чтобы замедлить зараженных И дать себе немного времени, чтобы отыскать что-то полезное Подлечиться и переорганизоваться Но будьте осторожны там У нас были откровенно ужасающие отчеты О новых видах зараженных Мы все еще собираем информацию об этом Но миссия не изменилась Найдите других спасателей КГВ И двигайтесь к цели Используйте компас и карту Чтобы найти правильный путь к выбранной точке Вы, скорее всего, найдете других участников в этих местах Как только вы их найдете Синхронизируйте рации И отныне вы сможете общаться на гораздо большем расстоянии У каждой локации будут отличия И свой собственный набор разных задач Поэтому будьте готовы к работе руками Или хотя бы прикрывайте других членов вашей команды Используйте любое оборудование Что сможете найти в этих местах Прежде чем двигаться дальше Отсюда вы можете либо направиться в одно из двух указанных мест Чтобы пройти в карантинную зону электростанции Либо еще обыскать другие места Чтобы получить больше возможностей для выполнения основного задания Мы даем вашей команде полную автономию для принятия решений на задании Учитывайте, что чем ближе вы к электростанции Тем больше нежити будет на вашем пути Поэтому мы советуем найти как можно больше людей в вашу команду Для выполнения финальной задачи Пробивайтесь к электростанции Экономьте боеприпасы Но сделайте все возможное Чтобы вернуть станцию в рабочее состояние Из последних донесений известно Что несколько основных систем перестали функционировать И никто не отвечает в центре управления Так, я не эксперт Но полагаю, что центр управления Это то место, где вы найдете необходимое для восстановления систем Но доступ к нему явно не будет легкой задачей Это место кишит зараженными Так что прикрывайте друг друга И работайте в команде Чтобы все вернулись домой живыми Мы организовали для вас эвакуацию вертолетом Но он не сможет надолго зависнуть в зоне приземления Как только вы вызовете его Вам придется ускориться Поверьте мне, вам не захочется остаться Предположим, что все идет по плану И вы возвращаетесь сюда С достаточным количеством припасов Набранных на задание Вам будет предложен выбор из трех разных навыков Каждые пять уровней Чтобы помочь вам в следующей миссии Однако, если мы потеряем вас там Нам придется начать с нуля с нетренированным новичком У них не будет тех навыков, что были у вас Так что давайте попробуем обойтись без этого Тем не менее, любые припасы Которые вы принесете обратно Пойдут на улучшение общей ситуации здесь В штабе КГВ С возможностью постоянных улучшений Ладно, ребята, на этом инструктаж заканчивается Теперь пакуйте свои вещи И удачи на задании Она вам пригодится Ну, я думаю, что главное вдохновение Торн Бэннер действительно было От просмотра голливудских фильмов И того, насколько интенсивные и эмоциональные Там есть сцены И как мы можем через игру дать вам Испытать этот опыт в мультиплеере Это очень важно для нас Мы хотим, чтобы игроки чувствовали Что они на этом эпическом пути И в том числе в Шивелри Такой опыт был И для No More Room in Hell Мы хотели сделать подобное Но, очевидно, с отсылками к классике хорроров Кинематографический опыт Ощущение присутствия Непосредственно в центре происходящего Схватить игрока за шею И сделать так, чтобы они почувствовали Каково это быть в этом зомби-апокалипсисе Создавая ощущение присутствия И реальности этого мира Я всегда фантазировал о таком опыте Как это было бы на самом деле Пережить такое с друзьями И в реале, понимаете Испытать этот ужас Но и также аспект выживания И как бы выжить и победить Вот это то, что мы пытаемся добиться С No More Room in Hell 2 То есть вы начнете один в темноте Вам надо будет найти своих друзей А потом пройти путь героя Преодолевая ужас происходящего Катастрофа перевернула этот мир Вы сталкиваетесь со всеми этими трагедиями Например, солдатом на КПП Или рейнджером в лесу Как бы это все судьба реальных людей Которых коснулась эта бедность Вы всегда уязвимы И мир это подчеркивает Но вы как игрок То есть как ваш персонаж Всегда уязвимы Понимаете, даже когда становится больше возможностей Вы все еще хрупки Вы все время в опасности Что угодно может случиться с этими персонажами Вы не знаете, кто из них выберется живым Так ведь И эти персонажи ваши друзья Их персонажи всегда на связи Ну, я думаю, именно здесь надо поговорить О перманентной смерти С которой мы хотели сделать игру Где не все выживают Это как в зомби-фильмах Верно? Потери будут И мы не знаем Буду ли это я А может быть ты И эти напряжения И трагедию Внутри группы игроков Было очень важно Передать Это игра про зомби Но на самом деле Она больше похожа На зомби-фильм Фильм ужасов И это основная идея Всего этого И я думаю Когда мы совмещаем Перманентную смерть С кооперативом Получается действительно Интересная ситуация Это да Где вы полагаетесь На других людей В чем-то важном Это путешествий Которые эти люди Сопереживают И мы хотели Чтобы каждый уровень Мог передать такой опыт Мы хотели Чтобы в них было Такое переживание С точки зрения окружения Мне нравится этот жанр Тем, что он как линза Позволяющая взглянуть На то, как мир Поменяется в результате Катастрофы Суть не только В лично твоем выживании Но в том, что мир Каким мы его знаем Разваливается И электростанция Как источник Очень многого Из того, что создает Наше современное общество Была ярким символом И словно маяком Того, что поставлено На кон Я думаю, что Одним из захватывающих Моментов для меня В этом проекте Является то, что Это апокалипсис Так что ставки Все еще на кону Они все еще Динамично развиваются Ставки находятся В руках игроков Например, спасете ли вы Пенсильванию Это главный вопрос Связанный с электростанцией Мы еще не знаем Насколько широк масштаб Произошедшего На первой карте Мы все еще осознаем это Все это происходит И разворачивается Прямо сейчас Игрок будет собирать Новые сведения Перемещаясь по этой карте А затем По мере расширения игры И появления новых карт Вы будете узнавать Все больше и больше И мы будем развивать Этот нарратив Добавляя больше деталей Которые действительно Воплотят этот мир Я считаю, что одной из привилегий При разработке игр В наше время Является то Насколько мощные технологии И Unreal 5 Который мы используем Очень приближает нас К созданию окружения С такой плотностью И правдоподобностью Которые можно встретить В фильмах Так что Моя мечта О кинематографическом Погружении Все ближе и ближе Как будто вот-вот Коснемся этого Это позволяет создать Множество игровых ситуаций У вас может быть сцены Или моменты С фокусом на ужасе Моменты с фокусом на страхе И различные способы их проявления И все это в контексте Гибели человечества Или возможной гибели Возможность погрузить игроков В это, понимаете Контекст апокалипсиса Сегодня И пережить его И испытать всю гамму эмоций Как если бы ты существовал там Я думаю Вот это то От чего я больше всего Воодушевлен Опыт, через который Пройдут игроки Что им придется преодолеть Чтобы справиться С нашествием зомби И то, как сила зомби Будет расти В соответствии С вашей командой И вашими способностями Я думаю На пересечении Этих параметров Будет поддерживаться Стабильно высокий Уровень темпа И азарта Отчасти за счет Напряженности А затем за счет Экшена И наконец Микса напряженности И экшена С того, что я Больше всего жду Это возможность Поэкспериментировать С этими идеями Мест И ситуации И дать игроку По-настоящему Кинематографическую Симуляцию Да, нас Четверых Общей темой Является Создание Иммерсивного И убедительного Опыта В котором Зазвучат Все элементы Из наших Любимых Киновпечатлений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok